Этот дефицит будет куда серьёзнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в конце 2020-го. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Прямо сейчас происходит массовый дефицит биткоинов. И резкий взлёт цены биткоина в некоторой степени обусловлен и этим. Только лишь за прошлый месяц биткоин удвоил свою цену. Мы не видели таких цен с момента эпического булра на 2017-го года. Так что же тут происходит? Откуда вдруг возник огромный дефицит биткоинов? Я уже очень давно слежу за этой индустрией и могу сказать, что такого дефицита мы ещё не видели. И сегодня я расскажу вам, почему. Также в этом видео мы обсудим текущий спрос на биткоин, кто покупает его и как халвинг 2020-го влияет на нынешнюю цену. Но прежде чем мы начнём, я попрошу вас поставить лайк под это видео. Давайте наберём хотя бы 4000 лайков. Мне будет очень приятно, а также каналу это очень помогает развиваться. Большое спасибо за вашу поддержку. Я не знаю, слышали ли вы новости, но рынок столкнулся с огромным дефицитом биткоинов. И это очень серьёзно. Это начало происходить точно во время халвинга. Дело в том, что ценность биткоина в частности подчиняется закону спроса и предложения. Мы знаем, что предложение биткоина фиксировано. Это всего 21 миллион монет, которые когда-то будут в циркуляции. Значит, в основном ценность определяется и будет определяться спросом. Возникший дефицит связан с сильным ростом спроса на биткоин. Это означает лишь одно. Для удовлетворения возросшего спроса не хватает предложения биткоина. Согласно универсальному экономическому закону о спросе и предложении, с возрастающим спросом предложение убывает. Это влияет на рост цены предложения. Биткоин не исключение. Возможно, наоборот, прекрасный пример этого правила. Так какие силы принимают участие в этой игре? Чем вызван рост спроса? И почему предложения биткоина так мало? Еще несколько крупных факторов, которые ведут к идеальной буре в гигантском мире биткоина, мы сейчас перечислим. Для начала давайте посмотрим на экономику биткоина со стороны предложения. И разберемся, что же там происходит. Один из главных факторов, который влияет на доступные предложения биткоина, это последний халвинг, который произошел в мае этого года. Кто-то может спросить, а что такое халвинг? Давайте я вам объясню. Наверняка все знают, что биткоин, как и золото, добывается или майнится. Но есть основная разница между этими двумя активами. В случае с золотом предложение расширяется для того, чтобы удовлетворить спрос. То есть люди могут нарастить добычу и производство в случае роста спроса на золото. Но вот с биткоином все обстоит совершенно не так. В то время как люди могут увеличивать темпы добычи золота по мере роста спроса на него, добывать больше биткоинов просто невозможно. Хоть 300 майнеров под ключи, сеть подстроит сложность именно так, чтобы на краткосроке не было добыто больше, чем положено. А на долгосроке все равно намайнить больше, чем 21 миллион монет никак не получится. Всего может быть только лишь 21 миллион монет. Эта цифра прописана в основополагающем коде, контролирующем биткоин. А код является неизменным. Так что в отличие от золота, которое можно добывать в больших объемах, или даже в отличие от фиатных валют, которые просто можно напечатать, что мы и видим в последнее время, есть только лишь ограниченное количество биткоинов, которые можно добыть. Что делает его дефляционным и дефицитным ресурсом. Особенно при росте спроса на него. На случай, если вы упустили информацию о том, как работает майнинг биткоина, я вам расскажу. Давайте быстро поговорим об этом, чтобы вы понимали роль халвинга в майнинге биткоина и, соответственно, в предложении биткоина. Майнинг – это основа того, как работает биткоин. Майнинг – это процесс, критический для правильного функционирования биткоина. Майнинг играет две важные роли для главной криптовалюты. Он верифицирует новые транзакции и создает новые биткоины. Фактически, каждый раз, когда происходит новая транзакция биткоина, сначала она должна быть верифицирована, прежде чем будет добавлена в блокчейн. Верификация подтверждает, что биткоин был получен именно тем лицом, которому он был отправлен. Это также останавливает мошенников от двойной траты. По факту, майнеры являются аудиторами. Они защищают сеть биткоина, обеспечивая безопасность всех транзакций. Процесс майнинга использует огромное количество электроэнергии и вычислительных мощностей, так что для поощрения майнеров за их участие в качестве награды они получают биткоины. Как только майнер совершает верификацию транзакции, он получает новый, до этого никогда не использованный биткоин. В качестве компенсации. Именно так и генерируются новые биткоины. И это все называется вознаграждение за блок. Так что же такое халвинг биткоина? Каждые 10 минут майнеры верифицируют блок биткоиновых транзакций. В самом начале вознаграждение за такой блок составляло 50 биткоинов. Да-да, целых 50 биткоинов. Однако это было в те времена, когда биткоин стоил меньше доллара. И мог добываться при помощи вашего компьютера совершенно легко и без усилий. Для регулирования предложения биткоина через каждые 210 тысяч добытых блоков вознаграждение за блок сокращается вдвое. То есть сначала они получали 50 биткоинов, потом 25, потом 12,5 и так далее. Сокращение предложения имеет прямое влияние на цену. И этот процесс цикличен. Он повторяется раз в 4 года. Например, первый халвинг биткоина случился в ноябре 2012. В то время за биткоин давали 11 долларов. Но через год после халвинга цена биткоина выстрелила и достигла исторического максимума в 1100 долларов. Сразу после этого буллрана цена обвалилась примерно до уровня в 220 долларов. Там она оставалась несколько лет. Следующий халвинг произошел в июле 2016. И через несколько месяцев после этого халвинга цена биткоина снова начала расти. Что привело к абсолютному рекорду. Цены о которой говорят и сейчас. 20 тысяч долларов за биткоин. Бесспорно этот буллран сделал биткоин криптовалютной звездой. Он не теряет этот титул и по сегодняшний день. Итак, как мы видим, халвинг биткоина уменьшает предложение монет, поступающих в систему. Это приводит к шоку предложения, не способного удовлетворять возрастающий спрос. Что и заставляет расти цену. В мае этого года произошел третий халвинг биткоина, обозначив начало четвертого цикла. И мы уже тогда знали, что цена биткоина будет расти. Сейчас мы уже видим, что цена даже достигала исторического максимума в какой-то момент в ноябре. Хотя все только начинается. Инвесторы жаждут событий. Они покупают множество биткоинов, что приводит нас к другому фактору дефицита. Увеличению спроса. Теперь давайте посмотрим на другую сторону экономики биткоина. Спрос. Последний булран биткоина, вызванный халвингом, в основном поддерживался розничными инвесторами. Но в этот раз все абсолютно иначе. Не секрет, что крупные компании диаметрально изменили свое мнение относительно биткоина. В результате институциональные инвесторы покупают биткоин направо и налево. Недавно один из ведущих криптовалютных инвестиционных фондов обратился к своему сообществу с письмом, которым написал про возрастающий институциональный интерес к биткоину. Речь идет о Pantera Capital, которые были ранними инвесторами в такие компании, как BitGo и Coinbase, и часто используют блокчейн-письма, чтобы донести текущие тренды до своего сообщества. Последнее их письмо называется «Дефицит биткоинов». В нем компания обрисовала то, как Cash App от Square и PayPal запустили сервисы покупки биткоина для своих пользователей. Эта огромная база новых пользователей добавится к уже существующему гигантскому спросу на биткоин. Эти компании уже готовятся к таким событиям. Судя по данным Pantera Capital, Cash App скупает около 40% новых намайненных биткоинов, а PayPal, в свою очередь, 70% биткоинов. Это означает, что только две этих компании выкупают более 100% нового предложения биткоина. Неудивительно, что при этих условиях образовался дефицит. Все это происходит в дополнении компаниям Grayscale и MicroStrategy, которые тоже покупают биткоин для своих капитальных резервов в качестве хеджирования от инфляции и обесценивания традиционных валют, которые сейчас рекордно печатаются. Только лишь за неполный 2020 год было создано почти 30% от всех существующих долларов. Это просто сумасшедшие темпы печатания денег. Именно поэтому публичные компании покупают биткоин, будто бы они знают, что приближается экономический коллапс. Эти компании наконец-то признали то, что мы знаем уже давно. Биткоин — это будущее. Я думаю, что данный феномен прекрасно описан в кратком интервью Энтони Помплиано. Давайте послушаем. Я думаю, что ключевым моментом, о котором мы говорим уже два года, является то, что биткоин — главный победитель в испытании спрос и предложения. Если вы посмотрите на то, что произошло в мае, на халвинг биткоина, очевидно, что 1800 биткоинов в день превратились в 900 биткоинов в день, которые поступают в циркулирующее предложение. И в то же время у нас есть ситуация в мире, которая вынуждает людей искать хедж-активы против инфляции, перераспределять свои активы из-за страха гиперинфляции. Еще и крупные покупатели пришли на рынок. Square, PayPal, Grayscale, Bitcoin Trust и так далее. Pantera Capital выпустили новое исследование, в котором говорится о том, что Square покупает примерно 40% нового дневного поступающего предложения. PayPal, несмотря на то, что не только запустили свой криптосервис, уже покупает около 70% этого предложения. Я думаю, ключевым моментом является то, что люди, приходящие с Wall Street из инвестиционного мира, должны понять, что большинство биткоинеров не собираются продавать свои биткоины. Около 63% биткоинов не двигались в последние 12 месяцев. Все, что вы увидите на самом деле, это постоянно повышающийся спрос на фоне дефицита или очень низкого предложения. И это будет заставлять цену расти. Я думаю, эта тенденция перейдет и в 2021 год. И там цена начнет расти довольно агрессивно. Ребята, вы все слышали, приближается гигантский дефицит биткоина, по словам Энтони Помплиана. Он будет вызван халвингом и тем, что институциональные инвесторы все скупают подчистую. Все доступные предложения. Этот дефицит будет куда серьезнее, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в конце 2020. И все это приводит нас к единственному выводу, что это лишь начало. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Буду благодарен вам за лайк. Это очень мотивирует. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. Субтитры сделал DimaTorzok